Зачем ему какую-то звену в Китае? Какой-то ван-ли китаец. Какой-то ван-ли китаец, да. А кто этот ван-ли? А он просто менеджер по продаже, который работает на предприятии и таким образом делает продажи по всему миру. Ну почему нет-то? Это же удобно. Напрямую, при помощи диджитализации. Цепочка достаточно прозрачная, понятная. Сейчас все стремятся к тому, чтобы сократить как можно больше звеньев, чтобы произвести прямую продажу. Где находится B2B? Обычно B2B находится где-то вот здесь. И если вы посмотрите сейчас, то вы увидите, что вот эта линия она как бы приводит к тому, что B2B перестает быть актуальным. Пугающе? Какова роль продаж в сегменте B2B при том, что в современной технологии диджитализация перевод все это в интернет, в прямые заказы. К чему это может привести в итоге? Потому что эта роль исчезнет как таковая. Она будет не нужна. Что делать? Что делать тем, кто занимается перепродажей? Что делать тем, кто работает? Каким образом удержать вот этого поставщика у себя и вот этого клиента и вот этого клиента у себя? Как сохранить? Сохранить у себя вот эти вот каналы сбыта, которые еще остаются. Дилерские, розничные продажи, работу непосредственно с живым человеком. Как все это сохранить? Вот для этого и нужна жайл. Нужна гибкость. Мы должны предлагать то, что не сможет никогда предложить завод. Мы должны предложить то, что является уникальностью, которая будет постоянно меняться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова